Тема этого видео – виды отчетов метрики. В нем мы узнаем, что такое уровни данных, какие они бывают и что в них входит. Научимся разделять визиты, просмотры и посетителей. А также посмотрим, какие отчеты бывают и чем они отличаются. Данные о действиях пользователей на сайте обрабатываются сервисом. На их основе в хранилище счетчика формируются статистические объекты. Метрика работает с несколькими уровнями данных и оперирует следующими типами статистических объектов, которые можно представить в виде схемы. К первому базовому уровню относятся все действия, которые пользователь производит на сайте. Это просмотр страницы, загрузка файла или переход по ссылке. Первый базовый уровень содержит конкретные действия, которые пользователь совершает на сайте. Например, просмотр страницы, внешний переход или загрузка файлов. Второй уровень объединяет себе все эти действия в рамках одного визита. И к третьему уровню относятся посетители, чьи визиты фиксируют метрика в отчетах. Статистический объект характеризуется набором атрибутов. Это именно та информация, по которой мы будем их анализировать. Часть атрибутов является общей для всех типов статистических объектов. Например, объект любого типа может характеризоваться операционной системой и страной посетителя, если их удалось определить. Часть атрибутов характерна только для определенных типов статистических объектов. Например, характерным атрибутом просмотра является адрес страницы, с которого совершен переход или реферер. Атрибутом визита является его длительность, а атрибутом посетителя – дата первого визита. Рассмотрим конкретнее. Каждый раз, когда на одну из страниц сайта с подключенной метрикой заходит посетитель, серверы метрики получают информацию об этом событии. Она называется просмотром. Несколько просмотров, совершенных одним пользователем, метрика объединяет в один визит. Именно визиты являются основными данными для построения отчетов метрики. Визит начинается с перехода на сайт из какого-либо внешнего источника. Это может быть ссылка на стороннем сайте, рекламное объявление, поисковая система или социальная сеть. Пользователи также могут попасть на ваш сайт, открыв закладку или напечатав URL в адресной строке браузера. Такие переходы называются прямыми. Визит заканчивается, когда в течение определенного времени от посетителя не поступает новых событий. По умолчанию это 30 минут. При этом можно указать другое время с помощью опции тайм-аут визита в настройках счетчика. Тайм-аут визита – это время бездействия посетителя на сайте, после которого визит считается завершенным. По умолчанию тайм-аут визита составляет 30 минут, но его максимальное значение, которое вы можете задать в настройках, составляет 360 минут. То есть, если в течение 30 минут от последнего события тот же пользователь снова перейдет на сайт из внешнего источника, метрика не будет считать такое посещение новым визитом. Все новые просмотры будут добавлены к предыдущему визиту. Пример. Если пользователь перешел на сайт из поиска, просматривал одну страницу 25 минут, затем перешел на другую, а потом сразу ушел, и через 20 минут вернулся на сайт по ссылке в социальной сети, все эти просмотры будут объединены в один визит продолжительностью 45 минут с источником перехода из поисковых систем. Давайте рассмотрим пример отчета, позволяющий проанализировать статистический объект просмотр страницы и его атрибут «Время загрузки». С помощью этого отчета можно посмотреть два основных параметра. Это время до загрузки дом, то есть время, через которое страница становится доступна для взаимодействия с пользователем, оптимально считается не более пяти секунд. И время до отрисовки – это срок от начала перехода на страницу до момента, когда она начнет отрисовываться в браузере. Для этого оптимально не более двух секунд. Две эти метрики очень важны при анализе сайта и позволяют найти те случаи, когда пользователи уходят с сайта, не дождавшись загрузки дома или отрисовки страниц. Для полноценного использования мониторинга сайта необходим достаточный объем трафика – более 100 просмотров страниц сайта в неделю. Работа мониторинга для сайтов с небольшой посещаемостью не гарантируется. А сейчас давайте более подробно рассмотрим, что такое визит в метрике. Визит – это последовательность действий, например, активность или сессия одного посетителя на сайте в одном счетчике. Активностью считаются просмотры страниц, переходы по внешним ссылкам, загрузки файлов или вызов некоторых функций. Как я сказал ранее, визит начинается, когда посетитель попадает на сайт и заканчивается, если активности нет по умолчанию в течение 30 минут. Но визиты из рекламных систем считаются иначе. При каждом новом переходе по рекламе, независимо от того, сколько времени прошло от предыдущей активности этого посетителя на вашем сайте, метрика всегда будет фиксировать новый визит. Пример. Если посетитель перешел из поисковой системы, а затем в пределах 30 минут, то есть до завершения визита, повторно перешел на сайт по рекламе, в отчетах появятся два визита. В первые будут входить все просмотры от перехода из поисковой системы и до захода по рекламе. А во второй визит пойдут все просмотры, начиная с перехода по рекламе и до завершения визита, то есть до истечения 30 минут с момента последнего взаимодействия с сайтом. При этом оба визита будут относиться к одному и тому же уникальному посетителю. Иногда бывает так, что количество визитов, которые мы видим в отчетах метрики, не совпадает с количеством кликов, которые появляются в отчетах директа. И возникает вопрос, почему клик в директе не превращается в визит в метрики. У этого может быть несколько причин. Первое – у пользователя стоит блокировщик рекламы с правилами для блокировки счетчика. Это может быть вызвано техническими проблемами, например, удаленностью сервера, который обслуживает вызов счетчика, или загруженностью каналов интернет-провайдера. Также клик может быть сделан по виртуальной визитке объявления, а значит и перехода на сайт не было. И наиболее частой причиной является то, что пользователь ушел со страницы сайта до загрузки счетчика. Яндекс.Метрика заботится о конфиденциальности посетителей и сохраняет обезличенность собранной информации. Поэтому некоторые данные раскрываются не полностью. Информация выдается только в том случае, если количество посетителей в выборке больше 10. Также в отчетах количество группировок не должно превышать 7, а количество метрик – 10. При этом в файл выбранного формата выгружается только первые 100 тысяч строк отчета. И тут важно отметить, как считаются посетители. В каждом обратившемся к вашему сайту браузере сохраняется уникальный идентификатор – файл cookies. Поэтому файл у метрика узнает этого посетителя и отличает одного посетителя от другого. Важно понимать, что этот уникальный идентификатор назначается именно браузеру. Это значит, если один и тот же пользователь будет заходить на сайт с разных браузеров, неважно установленных на одном и том же или на разных компьютерах, мобильных телефонах или планшетах, метрика будет регистрировать нового посетителя для каждого нового браузера. То же самое произойдет, если пользователь удалит свои файлы cookies, и в этом случае метрика будет фиксировать нового посетителя. О посетителе и визитах метрика запоминает только общую информацию. При этом информация о визитах хранится как бы в привязке к пользователю, поэтому метрика может показывать первый визит, его источник, последний визит, общее количество и их периодичность для каждого посетителя. Так вы узнаете, как пользователи изначально попадают на сайт, часто ли они возвращаются, оценить, насколько эффективны разные источники трафика и сделать другие выводы. Например, если заметная часть посетителей переходит на сайт напрямую, значит у сайта достаточно лояльная аудитория. Пользователи помнят адрес сайта и открывают его из закладок. Рассмотренные ранее статистические объекты, относящиеся к разным уровням данных, лежат в основе разделения тех или иных видов отчетов. Таким образом, к объекту «Просмотр» относятся такие отчеты, как популярные, заголовки страниц, по параметрам URL, количество скачиваний и другие. К объекту «Визиты» относятся такие отчеты, как источники сводка, долгосрочные интересы, устройства, страницы входа и другие отчеты. А к объекту «Посетители» относится отчет по посетителям, в рамках которого можно просмотреть список всех посетителей и подробную информацию о каждом из них. В этом видео мы узнали, что все отчеты Яндекс.Метрики строятся на основе трех ключевых терминов. Первое — это «посетитель», то есть пользователь интернета, который зашел на сайт в определенный период времени. Второе — «визит», то есть последовательность действий, активность одного посетителя на сайте на одном счетчике. И «просмотр», то есть загрузка страницы сайта при переходе посетителя на нее. При этом, чтобы сохранить конфиденциальность персональных данных, условия использования сервиса Яндекс.Метрика запрещают передавать идентификационную информацию в Метрику. Продолжение следует...